всем привет немного осенаже казалось бы поставив улона в два ряда втором этаже можно не переживать но не так все просто уж очень больно мышам понравился ячмень завод его очень усиленно не ленятся залазить даже наверх вот второй ряд с поднизу едят ну и конечно тут тоже не ленятся дырявить нижний ряд сверху вот на этих тут не видно их раскормил надкусанные нет вот дырки еще тут уже рулон стоит то есть не как ты как-то из общаются залезть снизу под рулоном вот чем самое интересное здесь вот кучки накапывают и живут выше вот причем это только с ячменем там как помните у меня там стояла пичмень то есть почти весь был подырявлен и ну как кое-какие выросли пришлось вот такие скормились не только свежие были немного так это косячно вышло там закуток тесное видимо не там мышам раздолье было над это было для меня неожиданностью вот один рулон я вообще его списала наш кот там аж поры жил какой-то рыжий коричневой плесенью покрылась видимо еще потепло его издыряю или снизу сверху зашли в общем под списание рулончик значит тут ну тут ну тут дальше вот уже оттава она целая вниз и вверх их не особо интересно трава уже сколько это осталось наверно вот десятка наверно 24 да где-то так дальше пойдет уже оттава ее никто не ест что снизу что сверху и знаешь соответственно чуть-чуть я поменяю тактику больше я начинаю что готовить и не буду ну и власть а если я говорил что буду более поздние посевы делать соответственно если зерно сенаж где-то конец июня то на обычный сенаж без зерна нужно где-то но где-то ближе к середине июля наверно но какой плюс то что к середине июля уже более-менее очевидно будет оттава или не будет потому что она уже где-то в начале и и июля осица бывает и в конце бывает и в середине июня уже то есть если тарапа лето будет более-менее дождливая того как правило вырастает так было в этом году несмотря на адскую жару в мае июне или был достаточно прохладным и дождливым поэтому оттавки более-менее набрал вот там было 120 утопленку и там на еще показывал я такого 120 замотал без ниток тоже их успешно скормил так что такое некоторые изменения тактики первый год я отмотал 9 как он верно смесь а вес ячмень до цветения где-то скашивал и в ноль внимание рулоны стояли где-то где-то с июля и где-то вот в октябре получается их начал кормить как бы все в порядке никаких таких вот погрызов не было то есть именно видимо запах зерна как-то он способен упахнет привлекает мышей причем залазит они вот именно в середину то есть у крайне и страдает меньше то есть соображает малейки где прятаться лучше вот значит такие вот пока новости по сенажу ну и в целом этот сенаж готовлю готовил я начале августа что-то у меня как-то пересушенный маленькие зерна твердоватых что-то его передержал от которых последнее видео было тут еще стоит нетронутый сейчас можно там подойти посмотреть что с ним последний тут видов это кошки на набегают вокруг тюков по крайней мере куча соломы я не вижу я сюда еще не добрались и ну и так же вроде бы все чистенько даже вот подстыл то есть влаги больше чем в тех вот это вот я считаю это правильный сенаж желтое такое мягкое зерно еще зеленая соломка она так и должно быть от вот я косил он уже почти весь желтый был что-то я припозднился но коровам нравится коровы едят все съедают хотя какой-то он такой запах немного такой не фруктовый какой-то получился такой более хлебный а вот прошлый год с авса был зерно-сенаж он таким шоколадом пах но не знаю может чего это зависит как тут чего нас нет вроде не видать все чисто это где-то уже ближе к весне до этого очереди идет это вот последний сенаж сота у тут 15 лунов по моему но не видать вот по снегу не видно что мыши бегали зимой это уже не так страшно все жрать начнут увидели что когда-то теперь начнется так что пока вроде все в порядке но кошки тут вроде шарится любят здесь гулять такой такой обзорчик на 16 декабря и жопу идет кого-то более-менее не насыпало много снимаю а и и и